Домры 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 Домрачеями называли в те времена домристов Русский иконописец Симон Ушаков При составлении описи древних фресок Грановитой палатой упоминает о человеке, играющем в домру А в 16 веке при дворе царя Иоанна Грозного Существовала потешная палата Которая состояла из музыкантов, играющих на домрах, гуслях и гудках Могли ли предположить скоморохи, что искусство игры на их любимом инструменте, домре, окажется столь сложным и интересным? Странствующих музыкантов-скоморохов народ на Руси издавна знал и любил Ведь их уличные представления, веселые песни и пляски Были, пожалуй, единственным доступным развлечением для простого люда А вот знатные слои населения, князья, бояре Просто не переносили скоморохов Еще бы! Ведь те открыто высмеивали их неприглядные дела В 1648 году последовал царский указ о запрете скоморошества Скоморохов стали преследовать, а их музыкальные инструменты, в том числе и домрой, уничтожать В Москве собрали пять вазов скоморошеих инструментов, свезли за Москву реку и там сожгли О домре забыли на 200 с лишним лет Подобной трагической судьбы не знает ни один инструмент в мире Возродилась домра лишь в конце 19 века Благодаря усилиям Василия Васильевича Андреева Василий Васильевич Андреев Музыкант, композитор, исследователь и этнограф Основоположник и руководитель первого в мире оркестра русских народных инструментов Василий Андреев вырос в состоятельной купеческой семье Много путешествовал за границей Его очень интересовали музыкальные инструменты разных стран Как же так, думал Андреев, Испания славится своей гитарой Италия мандолиной, Шотландия волынкой, а Россия? И в 1896 году Василий Андреев вместе с мастером музыкальных инструментов Семеном Налимовым буквально возродили домру из пепла Они создали новый инструмент, взяв за основу форму и конструкцию домры Случайно найденный на севере России, в Вятской губернии Так произошло второе рождение инструмента Новорожденная домра сразу же занимает главное место В Великорусском оркестре народных инструментов Андреева Причем по просьбе маэстро Налимов изготавливает целую группу инструментов С разным диапазоном Малую домру, домру-альт и домру-бас Группе домр Василий Андреев доверяет исполнению Самой важной мелодической линии Задачи Великорусского оркестра были грандиозными Необходимо было поднять культуру исполнительства На русских инструментах до академического уровня Чтобы эта музыка зазвучала во всех крупных концертных залах Не только России, но и всего мира Ну вот, друзья мои, наша сегодняшняя передача заканчивается Буду счастлива, если она кого-то из вас вдохновит На обучение искусству игры на домре И других русских народных инструментах Субтитры создавал DimaTorzok